На карточку ли получаете пенсию, у вас якобы пытались ее снять, пришлите нам пароли и так далее. Ни в коем случае это не... Игнорировать надо. Да, да, сразу лучше даже не слушать вот эту лапшу, которую вам вешают на уши, просто положить трубку и все. Предупрежден, значит вооружен. Мошенничество по телефону одно из самых распространенных. Чаще всего звонящий представляется сотрудником банка и по какой-либо причине просит продиктовать номер, дату действия карты, секретный код. Необходимо помнить, настоящие сотрудники никогда не спрашивают про данные карты. А такой разговор нужно сразу прервать и позвонить по официальному номеру банка. Елена Золотова так и поступила. Они сказали, мы никому не звоним. Сотрудники банка сказали, мы никому не звоним. У нас есть, во-первых, по бесплатному номеру, если что-то вам вдруг звонят. По бесплатному номеру я просто посмотрела, номер с бесплатной горячей линией. И все. Часто мошенники представляются вашими близкими или их доверенными. Говорят, что попали в беду и нужны деньги. В таком случае не делайте поспешных выводов. В первую очередь надо связаться с тем, о ком идет речь. Мария Семенова сама на такие уловки не попадалась. Но ее знакомые доверяли мошенникам и даже скидывали деньги. Есть наивные люди. Даже вот мою страницу злам или двое друзей мне перевели по полторы тысячи. Тогда я помню. Все больше случаев мошенничества происходит через сервисы купли-продажи, где кто угодно может разместить свой товар. Недобросовестные продавцы просят предоплату. А после того, как покупатель переводит обозначенную сумму, злоумышленник просто пропадает. Блокирует свой аккаунт, выключает телефон. Всего электронных случаев мошенничества за последние два месяца зарегистрировано более 200. И неизвестно, сколько еще людей просто не обратились в полицию. Найти преступников очень сложно, ведь они могут находиться в другом регионе и даже стране. Поэтому важно предупредить потенциальных жертв. И это одна из задач народной дружины. Это помогает людям, потому что они очень много обращаются непосредственно ко мне за определенной помощью. И ее надо обязательно разъяснять и, конечно же, говорить людям об этом. Поэтому и не только, и знакомство с людьми, это же огромный плюс. Только за вечер дружинники вместе с сотрудниками ОМВД обошли около 40 квартир. Если до вас еще не успели дойти дружинники, то информацию о способах мошенничества можно найти на сайте РУВД своего района или позвонить в КТОС. А если вы столкнулись с мошенниками, обращайтесь сразу в полицию. Лада Кочетова, Алексей Ковалев, Телеканал, Вариант.